От бывшего завода «Красный инструментальщик» на Карла Маркса осталось четыре корпуса. Как выяснилось, два из них относятся к объектам культурного наследия. Это здание на Карла Маркса 18 и Советское 55. Но пока статус этот постройкам начала 20 века пользы не принес. В соцсетях лишь стали появляться кадры заброшенных помещений завода Крин. Есть ли у объекта в центре города будущее? Подробности в материале Евгении Бакиной. Такого не было, как сейчас. Видите, окна побиты где-то с разных сторон. Вставни окон местами открыты. Покосилось крыльцо. Подпирает дверь исторического объекта старый матрас. Возле стен разбросаны стеклянные бутылки. Таким забытым сейчас выглядит главное здание бывшего завода Крин. Построили его 119 лет назад. На фасаде даже сохранилась дата. Век назад был здесь винно-очистительный склад. На Вятке не так много было именно каких-то промышленных объектов. Вот это один из самых ярких. Авторство Ивана Павловича Чарушина, который за свою жизнь построил около 500 зданий, но не так много работал именно с архитектурой промышленной. Здесь довольно интересные, необычные корпуса. Всего их было несколько изначально. То есть это главный винный склад, который находится за моей спиной. Далее шла проходная и административный корпус. В годы Первой мировой войны здесь находился госпиталь. А в 41-м в здание заехал завод из Ленинграда, известный нам как Крин. В 2011 году крупнейший производитель измерительных приборов в России, красный инструментальщик, был признан банкротом. Его имущество было продано с аукционов. В итоге административное здание и производственные корпуса перешли в собственность двух застройщиков. На территории началась стройка. Жилые дома возводили словно грибы. Тогда активисты изобили тревогу. И оказалось не зря. В 2018-м без разрешения снесли сторожку, проходную завода. После потери два кирпичных здания экстренно были внесены в реестр объектов культурного наследия. Перестраивать и сносить их нельзя. Ансамбль представлен двумя объектами. То есть это административное здание, которое эксплуатируется. Историческое это вот в том конце трехэтажном здании. На сегодняшний момент здание не эксплуатируется. И пока оно пустует, в подвале главного здания кировчане успевают делать фото. Вот последний из них. Люди делятся, что там сохранилась документация с советских времен. И странно, что она не в архиве, считают специалисты. А еще удивительнее, что объект под присмотром. Стоят камеры и за закрытой дверью отвечает охранник. Как в подвал попадают? Сейчас данным вопросом займется управление государственной охраной объектов культурного наследия. А собственнику, а он живет не в Кирове, будут представлены требования на эксплуатацию этого объекта.